центр Куру во французской Гвиане. Он расположен на побережье Атлантического океана, между городками Куру и Синномари, в 50 километрах от столицы французской Гвианы Каенны. Первый запуск с космодрома Куру был осуществлен 9 апреля 1968 года. В 1975 году, когда образовалось Европейское космическое агентство, САА, французское правительство предложило использовать космодром Куру для европейских космических программ. САА, рассматривая космодром Куру как свою составную часть, финансировала модернизацию пусковых площадок Куру под программу космических кораблей Ариан. Спутниковый снимок. Кулюгл-Эс. Космодром Куру. На космодроме функционирует 4 пусковых комплекса для РН, тяжелого класса, Ариан-5, Среднего, Союз, Легкого, Вега и Ракет-зондов. На берегу Бискайского залива в департаменте Ланды на юго-западе Франции в ракетном испытательном центре Бискорос проходит испытание морские ракетные системы. В частности здесь устроен специальный колодец глубиной 100 метров, в который погружается стенд, представляющий собой ракетную шахту с ракетой. Внутри комплект соответствующего оборудования, спутниковый снимок. Кулюгл-Эс. Ракетный полигон Бискорос. Все это оборудование применяется для отработки запусков ракеты из подводного положения. Кроме того, построена наземная стартовая площадка для пусков БРП или стенды для испытаний маршевых двигателей. Французский авиационный испытательный центр расположен в окрестностях города Эстер, на юге Франции, в 60 километрах северо-западнее Марселя. Именно здесь проходит весь цикл испытаний большая часть французской авиатехники военного назначения и ракетное вооружение и воздух-воздух. Спутниковый снимок. Кулюгл-Эс. Истребитель Рафаль на аэродроме Эстер. Отработка средств поражения наземных целей ведется на полигоне Каптье неподалеку от Бордо. Спутниковый снимок. Кулюгл-Эс. Авиационный полигон Каптье. Французский испытательный центр авиации ВМС находится севернее городка Лан-Дивизио, в 30 километрах от ВМБ Брест. Спутниковый снимок. Кулюгл-Эс. Палубные истребители Рафали штурмовики и суперэтандар на аэродроме Лан-Дивизио. Великобритания и Франция являются постоянными членами Совета безопасности ООН и членами ядерного клуба. Но нельзя не отметить в прошлом существенную разницу во внешней политике и военной доктрине этих двух стран являющихся членами оборонительного блока НАТО. В отличие от Французской Республики, Великобритания всегда следовала политическим и военным курсам в Форватере США. Обладая формально собственными ядерными силами, сдерживание Великобритания после отказа от дальних бомбардировщиков стало полностью зависеть в этом вопросе от Вашингтона. После ликвидации ядерного полигона в Австралии все испытательные взрывы проводились совместно с американцами на полигоне в Неваде. Программа создания британских баллистических ракет наземного базирования по ряду причин провалилась, и ресурсы было решено использовать для создания ПЛАРП. Все подводные стратегические ракетоносцы английского флота вооружались БРПЛ американского производства. Первоначально английские ПЛАРП были вооружены БРПЛ «Полариса-3» с дальностью стрельбы до 4600 км, с наряженными головной частью рассеивающего типа с тремя боеголовками мощностью до 200 кт каждая, спутниковый снимок. Клигл-С Британский ПЛАРП ВМБ Рассайт В начале 90-х годов ПЛАРП типа Венгард пришли на смену более ранним ракетоносцам типа Резолюшн. В настоящий момент в составе британского флота находятся 4 таких лодки. Боекомплект ПЛАРП Резолюшн состоит из 16 американских БРПЛ «Тридент-2» Т-5, каждая из которых может быть оснащена 14 боевыми блоками по 100 кт. Франция после выхода в 1966 году из НАТО, в отличие от Великобритании была практически лишена американской помощи в этой области. Более того, на определенном историческом этапе Франция рассматривалась США как геополитический соперник. Разработка французских средств доставки ядерного оружия шла в основном с опорой на собственные силы. Французы, лишенные американских ракетных технологий, были вынуждены сами разрабатывать баллистические ракеты наземного и морского базирования, добившись в этом определенных успехов. Разработка собственных баллистических ракет в определенной мере подстегнула развитие французских национальных аэрокосмических технологий. И в отличие от Великобритании у Франции имеется собственный ракетный полигонный космодром. В отличие от англичан, французы очень щепетильны в вопросе национального ядерного оружия. И многое в этой области до сих пор засекречено даже для союзников. По материалам www.issatom.ru www.issatom.ru